Доброе утро, дорогие братья и сестры, Дорогие друзья, сегодня день вербного воскресения, а те, кто празднуют Пасху по Григорианскому летуисчислению, этот воскресный день пасхальный, для них пасхальный. И поэтому я хочу сказать, что все мы, христиане, призваны к тому, чтобы войти в грядущее Царство Бога и Святых Его, и мы часто слышим в храме и читаем в Священном Писании выражения «Царство Божие», «Царство Небесное», «Царство Христово». И каждая литургия начинается с возгласа, со слов «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа». А понимаем ли мы, представляем ли себе, что это за Царство, какое оно? Увы, ответ чаще всего будет неутешительный. Мы весьма плохо представляем себе, что такое Царство Божие. Разобраться, почему так происходит, помогает нам сегодняшний праздник – вход Господень в Иерусалим. Вспомним события этого праздника. За несколько дней до своего распятия Христос вместе с учениками при большом стечении народа торжественно вошел в город Иерусалим. Для чего он это сделал? Для того, чтобы открыть свое мессианское царство. Ведь Христос есть Царь. Он пришел в мир, чтобы основать свое царство. А в древней традиции у земных царей был обычай при их вступлении на царство входить в свою столицу, где их торжественно встречает и приветствует народ. Так поступает и Христос при всеобщем ликовании и криках «Асанна!» Он входит в свою столицу – Божий град Иерусалим. Народ его приветствует и встречает с великим воодушевлением. Однако в последующие дни в настроении народа происходит трагическая перемена. Он отвергает Христа и предает его на распятие. Невольный вопрос. Почему? Потому что Христос не оправдал тех надежд, которые народ возлагал на Него. Народу нужен был политический вождь, возродитель нации, который освободил бы богоизбранный народ от римских оккупантов и дал им земное процветание. Иными словами, народ ждал обычного земного царя – славного, могущественного, грозного для врагов. Когда же все увидели, что Христос не оправдывает этих надежд, что Он не собирается стать таким царем, тогда Его отвергли и предали римским властям на беззаконный суд и казнь. Таким образом, это чудовищное преступление, равного которому не найти в истории, совершилось по той причине, что народ имел ложное понятие о Мессии и мессианском царстве. Увы, нужно сказать, что и мы часто имеем очень смутное понятие о том, что такое царство Христа, в которое мы призваны. Прежде всего, мы забываем, что это царство не от мира сего. Христос отвергает земное царство. Он не родился императором, то есть изначально не захотел стать земным политическим вождем. И впоследствии, когда многие предлагали Ему избрать этот путь, он неизменно уклонялся от таких предложений. Посмотрите, даже и дьявол советовал Ему стать всемирным правителем, но Христос отверг дьявольский соблазн, потому что Он пришел на землю не для того, чтобы положить начало земному царству, но царству небесному и не от мирному. Что же это за царство? О нем трудно говорить, потому что оно совершенно не похоже на земное царство, государство и империи. Царство – это совершенно другого образа и другой природы. Оно поистине не от мира сего, как сказал о нем сам Христос. Оно не похоже ни на что на земле, и ничто в нашем мире не может сравниться с ним. Ненапрасно говорит апостол, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Царство Христово – это таинственное единство святых в Боге. совершается это единство с самим Богом, Духом Святым. Поэтому тайну Христово Царства могут разуметь, понять лишь те, кто сам принял в себя благодать Святого Духа. Мы потому и понимаем плохо эту тайну, что в нас самих мало благодати. Святых, в которых пребывала великая благодать, эта тайна была открыта. Им Дух Святой показывал грядущую славу Царства Христова. И все они свидетельствуют, что эта слава превосходит всякий ум и всякое слово человека. Но давайте обратимся к сегодняшнему празднику. Смысл его как раз и заключается в том, что Господь входит в свою столицу – Иерусалим, чтобы основать, чтобы открыть свое Царство. В этом он поступает подобно обычным земным царям и правителям. Народу это было знакомо, и потому его встречают с великим воодушевлением, с пальмами и ветвями, с криками «Осанна!». Но дальше? Дальше Христос ведет себя уже совсем не так, как земные цари. Он не садится на трон земного царства. Он не делает то, чего ожидала от него толпа, но идет совсем другим путем, путем не земного, а небесного Царя. Христос идет чудесным и непостижимым путем божественной любви, путем крестной смерти и воскресения. Он не приемлет политического царства, проходит мимо него, отвергает его. Этим он показывает, что царство его не от мира, сего, что оно совсем другое. А какого рода это царство, даже апостолы и ученики Христа начали понимать через несколько дней после Голгофы, когда Христос воскрес из мертвых. Ведь своим воскресением он низложил главного и верховного властелина нашего мира – смерть, безраздельно царствующую над всеми царствами и властителями мира сего. Над царством же Христа она отныне уже не имеет власти, и всякий, входящий в его царство, получает эту вожделенную в веках свободу, недостижимую ни в каком земном измерении – свободу от смерти. И поэтому воскресение Христа воистину есть его воцарение, воистину есть и открытие, и явление его царства. И из Евангелия мы видим, что воскресшего Христа торжественно приветствовали и поклонились ему как царю, его ученики, ставшие первыми подданными, первыми гражданами его царства, царства, где нет смерти, но пребывает жизнь, не имеющая конца. «Вот и мы все призваны к тому, чтобы войти в это блаженное царство Бога, стать его гражданами. Не имеем здесь пребывающего града, но ищем будущего», говорит апостол Павел о христианах, последователях Христа. «Никогда не должны мы забывать, что подлинное Отечество наше на небесах, что в этом мире мы лишь странники и пришельцы. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудет меня, десница моя», говорит святой пророк Давид. А потому нам всем следует понять, что смысл нашего земного пути заключается в том, чтобы прийти туда, в небесный Иерусалим, куда вход для нас открыл Христос Своим Крестом и Воскресением». Будем помнить об этом. Наступающее, может быть, самое трудное и исполненное переживание о крестных страданиях Спасителя – дни, дни грядущей Страстной Седмицы. постараемся помнить, что этим днём Вербного Воскресения мы вступаем в Страстную Седмицу. Великий Четверг, когда мы будем внимать словам Страстных Евангелий, пусть же они отзовутся в наших сердцах не только радостью, но и скорбью. А значит, то величие, которым была исполнена Пресвятая Богородица, скорбевшая у креста, на котором был распят её Сын. Именно то величие должно пробудить в нас, христианах, то часто недостающее нам чувство христианского достоинства перед миром, столь часто проходящим мимо страданий Христовых, мимо скорбей наших ближних. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok